29 июля 2021 года здравствуйте дорогие друзья здравствуйте всем этот выпуск будет аналитическим размышлятельным не ожидайте от нас сегодня экскурсии прогулок по иерусалиму но прогулку мы совершим прогулку очень глубокую и очень далекую а именно в наше будущее и в настоящее на самом деле когда только началось вот это вот чума до 19 года люди были уверены что у нас такого никогда не будет такого не может быть чтобы у нас не будет даже люди из паломнической службы рады не вписали о том ну опасно в израиле в израиле не езжайте там опасно туда ходить нельзя а у нас такого никогда не будет и как раз после этого также как я сказал люди не смогли даже пасху себе встречать так что примем за аксиому в начале нашего сегодняшнего дальнего плавания что все что происходит в израиле в иерусалиме потом почему-то происходит во всем мире не могу сказать что меня это очень радовало но это кажется уже просто факт ну да часто относятся даже то что мы говорим как вы знаете в древной греческой мифологии есть такая фигура кассандра да вот троянской войны и знаменитой троянской войны она говорит город я уже вижу его в развалинах я уже уже его вижу в руинах и никто не верил кассандр должен синдром кассандра так что у меня на самом деле синдром кассандра всегда есть я к сожалению не говорю что я пророк или что-то просто живя здесь мы наблюдаем за какие-то процессы и люди всегда говорят нет у нас такого никогда не будет у нас такого никогда не будет и как раз несколько месяцев после того когда у нас это происходит это происходит повсюду кроме того у иерусалимцев как мне кажется есть особый библейский взгляд на жизнь и на вещи ну да а библия иногда может дать ответы на самые животрепещущие вопросы за что почему какие последствия что будет дальше вот поэтому мы предлагаем вам сегодняшний наш выпуск он для думающих людей для тех людей которые не боятся смело рассуждать и не боятся узнавать правду так что если вам интересно оставайтесь с нами будем смотреть правду в глаза ну и что же за процессы у нас происходит в нашей стране у нас очень интересны на самом деле как бы можно сказать что израиль хоть небольшая страна нельзя сказать что это сверхдержава как америка китай или даже российской федерации то маленькая страна однако это очень удобное поле для разных экспериментов массовых экспериментов и для сбор разный вот данные до людях которые принадлежат разным этносом религиям и как манипулировать и то есть у нас здесь находится такая лаборатория глобалистов что ли такой зоопарк до для глобалистов это рай для них да да ну и вот первое что наблюдаем мы сейчас я это скажу как просто гражданин потребитель израиль все больше и больше переходит на аппликации то есть у нас без аппликации уже просто никуда и нигде и очень жалко бабушек пожилых людей ну или просто людей которые не способны освоить айфон или смартфон у нас уже без аппликации скоро по моему нельзя будет ни покупать ни продавать вот ощущение такое есть и в поликлинике и везде тебе нужна аппликация и в автобусах надо иметь особая аппликация или карта и то есть это все для того чтобы заряжать этот равков карточку обязательно в автобусе опять нужна аппликация или в телефоне или в компьютере а сейчас у нас qr код по моему да вот эти вот такой рисуночек черненький на него наводишь телефон в автобусе и платишь и уже все больше людей перешло на эту систему для вакцинированных тоже есть вот это вот код которые это сперва стали вести как раз в израиле только сейчас начали это вести в других странах европы даже грета тунберг знаменитая как бы она отстает от нас потому что я такой штрих код получил уже больше полгода назад интересная история происходит у нас и с удостоверениями личности до 2017 года удостоверение личности были вечными с 2017 их начали выдавать только на 10 лет и при обмене старого на новый автоматически оформлять только биометрический документ а с августа нынешнего года в израиле действительны только биометрические удостоверение личности кроме того у нас медицина вот вы например наверняка да все слышали что в израиле очень хорошая медицина это действительно так если считать хорошим полную компьютеризацию процесса полный протокол через компьютер и решение врача на основе протокола компьютера и закона если считать вот такой дигитальный подход к медицине правильным и хорошим то действительно израильская медицина впереди планеты всей и все эти процессы они не идут сразу вот эта революция она как-то меняет сознание людей их отношение друг к другу и даже меняет режимы вот у нас например уже 12 лет был во власти нетаньяо все наши дети родились в царствовании биби как бы к нему не относились но действительно такая знаете эпоха в нашей стране было правление короля биби и его жены сары знамение времени биби биньямин натаньяо да это человек который для него главный образец главный образец это был уинстон черча но это такой человек такой довольно самовлюбленные со своим имиджем со своей харизма со своими врагами со своими болельщиками но сейчас у нас во власти человек который в принципе не имеет болельщиков не имеет вообще ноль харизма но при этом это и есть лицо будущее нашей планеты да нафтали беннет наш нынешний премьер-министр это человек который одним из первых открыл в израиле очень успешную стартаповскую компанию то есть он айтешник он человек который создал себя и свой бизнес и свой имидж свое лицо вообще именно в компьютерных технологиях и представьте себе за него голосовали очень мало людей то что он стал премьер-министром это вынужденный ход это объединились партии в коалицию против бениамина натаньяху пусть будет беннет притом у нас там ужас там такой контраст там партия мусульман да кто еще мусульманские партии крайне левые партии правые партии вот целая то есть сборная солянка который просто их главная цель была замена натаньяху надо его заменить и на кого заменили на кого на менеджера это менеджер что это означает это означает что у всех будет примерно то же самое вдумайтесь другой тип лидера вот например у вас ли вы живете в россии владимир путин если вы живете в беларуси лукашенко да это люди харизматичные это люди сами по себе являющиеся ну яркими как бы там вы не относились к своим правителям да но это бесспорно люди старой системы яркие лидеры да ну даже президент тот же там трамп в америке был да то есть это яркие личности со своей харизмой со своими у них есть свои поклонниками этими фразами выходками которые они делали свои есть у них поклонники кто-то их ненавидит кто-то их любит это нет ни одного поклонника это человек который просто менеджер он так и говорит он так про себя сам сказал я говорит не хочу как бы быть правителем там королем царем премьер-министром я менеджер то есть осознание управление страной через компьютер цифры и ведь вдумайся и вдумайтесь это же замечательный порядок может быть наконец-то можно навести порядок учесть все лайки дизлайки пожелания кстати вы может быть не знаете есть такое понятие big data большие данные вот в конце 2000-х годов то есть 2009 10 возникли системы были разработаны придуманы системы которые умеют управлять рассчитывать анализировать составлять им как бы оперировать огромными данными которые еще постоянно при этом изменяются это и называется собственно big data что это за данные но если мы возьмем в масштабе там например огромного нефтяного завода то это данные всех показателей счетчиков этого завода и тогда очень полезно управлять такими данными чтобы понять где произошел сбой в какую минуту в каком приборе там или агрегате и так далее если же мы говорим про мир наш то это данные соцсетей это данные тех же больничных касс да это данные учета населения и это данные которые беспрерывно изменяются и вот умение ими оперировать и на основании этих данных еще и предсказывать вот это сейчас то чем занимаются все серьезные молодые люди те профессии которым они как раз стремятся и это тоже зачем стоит будущее управление вообще всем миром уже сейчас управляется а будет достигать все более высокие это связано с медицины тоже потому что все наши данные тоже как бы находятся в наших больничных касс это раньше были то раньше была тайна информация однако одно из условий которые взял глава то есть файзера для того чтобы он мог предоставлять для израилетян вот это лекарство было условие что все эти данные как бы будут как бы отдадут ему то есть тайные данные как бы всех людей которые приняли этот укол а знаете мне вспоминается любимый фильм один из любимых фильмов моих детей помните фильма замечательного режиссера александра роу про варвару красу длинную косу царь в исполнении пуговки на неподражаемого он решил все в своем царстве посчитать помните сколько у него гусиных перьев сколько у него курс кота там изб людей но в сказке это выглядело очень конечно чем закончилось помните да но в нашей жизни действительно ощущение такое что в мире столько есть людей разных религий разных национальностей этносов людей с разными желаниями что управлять ими ну просто безумно сложно надо их всех как-то учесть записать и еще нейтрализовать а проблема что сам правитель тоже может как бы что-то любить или не любить например один лидер любит сосисок другой как бы вегетарианец один любит там брюнетки и другой как бы любит было куры и это будет влиять на его настроение то есть если он живой человек с харизмой но если он просто менеджер ему в принципе все как бы по барабану как бы то есть он понимает что в разных состояниях бывают разные нравится не нравится разные лайки и дислайки правильно это другой тип мышления одним нравится нравится киски и икона казанской божьей матери в белых лилиях а другим нравится девушки в бюстгальтерах да то есть надо все это просто учесть и каждому дать его порцию того что он один религиозный фанатик а другой наоборот за свобода и за либерализма а вот идеальный правитель этот человек который должен быть абсолютно безразличен к этим вопросам что он хочет чтобы каждый был доволен тогда кто идеальный правитель в такой системе только искусственный интеллект принципе а ведь желание правда хорошее чтобы всем было хорошо чтобы в мире был порядок дисциплина вот вы знаете мы недавно смотрели последний выпуск никита михалкова его тв без огон такой есть может быть вы смотрите его мнение не всегда совпадают с нашими но в данном случае он привел очень хорошие слова своего родственника который был историком и он сказал что когда а в мире пропадает понятие греха и по моему стыда как-то тогда но управлять миром можно только при помощи насилия и полиции то есть дигитальное управление это единственный вариант управления массами когда ничто другое массами не управляет а понятие религиозное понятие греха стыда там совести честности тогда оно давно уже находится на втором если не на третьем плане этому свидетельство конечно соцсети не но религия тоже в принципе сейчас превращается в определенную услугу то есть это не не путь к спасению души это вот некая услуга как бы кому-то как бы это делает как бы приятно или прикольно как бы ставить свечи или там верить что кто-то читает за него молитва и все это можно делать также в помы при помощи соцсетей при помощи вообще искусственный интеллект даже для этого не нужны не священники не таинства и даже не причастий то что интересно что и к этому призывает даже как бы епископы и духовенство они не понимая что через это они уже пускают себе как бы совсем совсем что-то совсем другое и противоположено вообще к любую традиционной религии и ориентации опять это все для того чтобы сохранить церковь я уверен что они не злые что эти как бы служители в рясах что это люди вполне считают что они делают правильно уже существует вот ты мне читал недавно в петербурге дигитальная синагога то есть там прям правда можно все услуги заказать в электронном виде и автор этой статьи что ты не читал очень хорошо шутил на ту тему что ну да можно и в христианском храме в мусульманском все но вот два в две проблемы есть это причастие и обрезание вот тут вот как вот онлайн это выполнять тогда надо создать инструкции компьютерную игру возьмите младенца возьмите нож да ну да а причастие я нам вино и хлеб мы произнесем тайную молитвы вы причаститесь сами онлайн смешно смешно но мы с вами же подаем записки в электронном видео и ампер не подаю но многие подают да соответственно этот процесс уже идет и электронная синагога в санкт-петербурге хотя это смешно но это уже часть жизни людей а для чего это еще делается молодежь привлекать привлекать мол молодежь а что происходит На самом деле, как тебе кажется, молодежь, вот она привлекается к вере? А я не думаю, что молодежь привлекается к вере. Я думаю, что если религия пойдет по этому направлению, просто люди потеряют интерес вообще к религии, как есть. По-моему, уже потеряли в большинстве своем. Но есть направление, я знаю, что Цукерберг, это хозяин как бы и Инстаграм, и Фейсбук, все его знают. Он сейчас, его новое направление, новый проект, это как раз религиозные услуги. То есть будет просто религия виртуальной реальности. Так же, как и с компьютерной игры. Ты начинаешь играть, ты, например, выигрываешь, ты получаешь как бы вот, ты поднимаешься там выше, выше, по уровню. И так же будет у нас. То есть человек, например, вот он хочет достичь как бы фаворского света. Вот ты набирал столько-то как бы вот баллов, ты поднимаешься, ты лучший, ты там послушник, дальше ты как бы вот духовник, дальше ты святой, дальше ты уже сам как бы видишь через око божие. То есть в этом смысле это как бы может быть, что молодежь такой как бы понравится. То есть особенно если связать это с какими-то модными, там, не знаю, что сейчас популярно среди молодежи, викинги или какие-то там пираты или там роботы, как бы вот можно... И это и есть уже, в принципе, уже почти все готово для этого сейчас. Нам с вами, люди старого поколения, это звучит странно. Вот для людей, которые уже родились с телефоном в руке, это естественный ход. И богатые люди захотят тоже иметь доходы от этого, потому что люди хотят воображаемый какой-то мир, правильно? Тогда, а как быть сейчас? То есть получается, надо... Для того, чтобы как быть сейчас, я думаю, нужно подумать, а как на это все смотрит Господь Бог? Вот если мы обратимся к Библии, были похожие ситуации? Был похожий период кибернетики в ветхозаветное время? Я думаю, что искусственный интеллект существует уже с самого момента, когда правители хотели знать, сколько, скажем так, кувшины с масла или сколько у них запасов чего-то есть. Потому что простой человек, он работает, он сеет, он как бы вот... Или охотится, и как бы вот... Как тот царь из сказки Александра Роу. Но вообще-то вы знаете, что был такой реальный царь, который хотел знать? Да, это был царь Давид. В книгу царств, помните, чем заканчивается история про царя Давида? В старости своей Давид решил посчитать, сколько у него вооруженных мужей в его царстве. И когда ему доложили цифру, он весьма возрадовался, что у него такое хорошее царство. А потом страшно опечалился и возопил к Богу. Господи, что же я наделал? До сих пор ты мне помогал? А теперь я решил уповать на свои силы. И тут же ему явился ангел и предложил от Бога на выбор три наказания, из которых Давид выбрал моровую язву. Он сказал, Бог милосерднее, чем люди. Потому что два других наказания касались беды от людей, там, нападения врагов и так далее. Но тут у нас как бы еще хуже, потому что у нас сейчас в мире почти у всех, и это неважно, люди, которые в джунглях, в Амазонке, Амазонос, как по-русски говорят? В джунглях Амазонки. В джунглях Амазонки или в Африке, или в Тайге, или у всех есть вот эта вот новая технология. Даже у тех, которые нет сейчас, у них будет скоро, или они просто помрут, и как бы их дети, внуки будут иметь это самое. То есть получается, все население сейчас, планета Земли, фактически все, имеют сейчас свой номер. То есть искусственный интеллект знает, что им нравится, что им не нравится, что они думают, что они не думают. И каждое движение, даже внутреннее движение их мысли, их сердце и души, уже все это записано. И как только это, прости, как только все это стало как бы уже по всему земному шару, появилось вот это, я это не назову наказание, это просто последствия, естественно, появилась вот эта вот всемирная вселенская болезнь. Где бы нам найти царя Давида, который, когда муровая язва убила треть Иерусалима, возопил к Богу и сказал, «Господи, накажи меня и мой дом, но помилуй моих овец, потому что я согрешил пред тобой, а не они». И тогда явился ангел над Иерусалимом. Одна нога его стояла на горе Ильонской, а другая стояла на том месте, где потом будет построен храм, то есть на храмовой горе, и занес меч над Иерусалимом. И Давид видел, как рука Божия остановила руку ангела. Язва муровая прекратилась, а Давид пешком побежал на храмовую гору и, сокращая историю, построил там первый жертвенник в Иерусалиме, Богу Живому, на этой горе, и задумал построить там храм. Вот вы сейчас, наверное, слышали жуткие сигналы машин, которые мешали нам явно вести этот выпуск, но ничего не сделаешь. Мы живем над долиной Гееном. Так вот, только не падайте со стула, в долине Гееном проходит фестиваль еды. Вот на полном серьезе. Кто не знает, долина Гееном – это место, где в жертву языческому богу Ваалу во времена царя Соломона приносили живых детей, в печь бросали. Это место, куда после возвращения из бавилонского плена стали нарочито сбрасывать мусор и тела непогребенных покойников, чтобы некогда святое место осквернить и показать, что мы теперь боремся с идлопоклонством. Там постоянно горел огонь, чтобы болезни не распространялись. Почему? Христос и говорил, что ад – это как гиена огненная. Знают об этом все жители Иерусалима, но, я думаю, большая часть жителей Израиля вообще-то тоже знает, тоже Библию в школе все изучают здесь. Это под стен старого города, прямо под нами, на самом деле. В долине Гееном. Вот представьте, из всего Иерусалима не нашлось больше ни долин, ни парков. Устроили фестиваль еды. И мы вам сейчас показываем эти кадры. Ну, само по себе я не могу сказать, что что-то в этом есть такое страшное – сделать фестиваль еды. Ну, почему? Ну, правда, в ковид немножко, конечно, страшно и страшно. И закрыли территорию тоже на какую-то… Закрыли общественную территорию, да. Это немножко тоже неприятно, потому что, например, арабы, жители соседних нескольких крупных деревень, которые прямо вот входят в долину Гееном, фактически, да, Силуана, Бутор, другие, они там любили по вечерам коней своих выгуливать. Они на них скакали, чем доставляли радость местным детишкам. Даже могли дать покататься, если попросить там за маленькую денежку, а то и бесплатно сажали. То есть добрые отношения вполне с ними. Вот. И это ладно. Но получается, святого у нас теперь ничего нет. То есть все религиозные вещи, они просто перестают иметь какое бы то ни было значение. Лазерное шоу на стенах Иерусалима мы вам уже показывали. Теперь фестиваль еды в долине Гееном, то есть цифровая революция, это переосмысление религии, переосмысление значения религии и влияние ее на жизнь людей. Да, совершенно верно. И я думаю, что это не случайно, что именно это место выбрали для самого главного летного фестиваля. Во всех городах Европы бывают летные какие-то там фестивали, летные какие-то вот концерты, как бы мероприятия. Обычно в туристических городах это около туристических достопримечательностей, а тут именно выбрали место, ну, прямо скажем, не очень удобное. Израиль всегда славится, что выбирают места, которые были бы удобны для инвалидов, например. Вот эта долина никак неудобна для инвалидов. Там нету парковка, туда надо просто спускаться как бы в яме. Паркуют все на Дер-Хеврон, на большой стоянке около супермаркета, и далеко по лестницам и по спускам надо идти в эту долину. То есть для Израиля это нетипично. Израиль всегда заботится об инвалидах. А почему тогда выбрали, ты думаешь, именно это место? А как это связано с нашей темой, сменой режима, цифризация и все это? Как это связано? Вот я думаю, для того, чтобы показать, люди, есть сейчас в жизни вещи поважнее. Бизнес, деньги, радость общества, благополучие общества, повеселить людей после ковида. Да ладно нам на все эти бабушкины сказки, пусть это религиозные люди этим занимаются. Какая нам разница, какая репутация у этой долины. Мы все осветим светом бизнеса, предпринимательства, торговли, заработка. Борьба с человеческими эмоциями. Абсолютно. То есть это и есть новая диктатура. Потому что в новом мировом порядке человек не должен иметь сильных страстей или эмоций. Или убеждений. Почему ты такой негативный? Кстати, или убеждений. Или убеждений. Почему ты считаешь, что это хорошо, это плохо? Обратите внимание, что в откровении Иоанна Богослова Господь говорит. Если бы ты был горяч, если бы ты был холодный, поскольку ты не такой, не то, не другой, я тебя выплюну. И вот как раз сейчас люди именно достигли вот этого такой, я бы не сказал, что доброе, хорошее безразличие, а вот такое безразличие, которое, в принципе, античеловеческое. И в этом и есть связь вот с этим искусственным интеллектом. Потому что искусственный интеллект робот, он не чувствует. Ему не больно, ему не грустно, ему не радостно, у него нету тоски, у него нету депрессии, у него нету восторга, у него нету ничего. У него даже нету вот этого нирвана или покоя, который есть у восточных аскетов. Тут речь идет о замене. Это замена, я бы сказал, замена религиозного святости. Замена вот этого вот всевидящего ока. То есть Бог, он смотрит на человечество, он видит людей и злые, и плохие, и святые, и он всех любит, но нам, людям, это не свойственно. Это свойственно только через очень большого внутреннего работы над собой, чтобы ты как бы любил всех людей одинаково. А тут предлагают нам замены, чтобы просто как бы вот никаких вообще эмоций. Ты кликнул, ты это делал, э, веселая, я сержусь, или я рад. То есть это маски, которые за этим маском ничего, нету глубины, нету смысла даже. Смысла нет. И поэтому я бы сказал, что явление, как в РФ сейчас у вас, вот эти тиктокерщи, которые являются главными лидерами будущих, как бы, и вы можете возмущаться, сказать, да нет, это Ксения Собчак, она глупая, она не понимает. Да не глупые они. Они как раз именно видят то, что происходит. Можно соглашаться, можно не соглашаться, можно быть против. Но если вы будете возмущаться с пеной за рта, это вам не поможет сказать, что все инопланетяне, что все они от Запада. Да не от Запада, да такие же русские, такие же славяне, как все. Просто сейчас идет действительно вот это огромное цунами. И каждый человек имеет возможность делать свой выбор. А я делаю свой выбор так же, как я делал в детстве, когда на море плыл. Просто надо дышать спокойно, посмотреть на мир Божий, на небо, и как бы доверять Богу, и поступать по совести. Но в заключение я хочу добавить интересную вещь, что вот эта цифровизация сознания, изменение сознания, ведь было предсказано это очень давно, вот как раз в книге Енох. Книга Енох, которая... Апокрифическая книга. Но если ее читать, было написано на Святой Земле, сохранилась на эфиопском языке и на славянском тоже. И там как раз сказано о том, как родились дети, тогда, помните, падшие ангелы, согласно книге Енох, это были бесы, это не стандартная библейская трактовка этого места. В Библии просто есть место, когда сыны человеческие увидели красоту дочерей. Нет, сыны Божьи. Сыны, ты меня сбил. Сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих, вошли к ним и родились дети. Так вот, в Библии это имеется в виду, что это были сыны Сифа и дочери Кайна. А в книге Енох объясняется, что это были падшие ангелы, которые увидели красивых человеческих женщин, жен. Они взяли на себя образ мужчин, сошлись с этими женщинами, взяли их в жены и родились исполины, титаны, которые стали пожирать землю и так далее. Это, кстати, у Гарьера было. И в том числе там написано, они научили женщин с надобьем, кореньем, они научили мужчин делать оружие, пользоваться металлом, научили исчислять большими числами. Потому что на самом деле в библейские времена, видимо, когда книга Енох писалась, уже было понятие, что человеку вот эти терабайты, вот эти огромные бильярды, да, и миллионы, все вот эти числа абстрактные, которые нельзя взять в руку, нельзя их подержать в горсти руки, померить, а вот они непонятны детям. Поэтому, да, дети больше десяти, маленькие не понимают, ну, потому что они не видят больше, да, вот чего-то. Соответственно, то, что мы уже не можем посчитать естественным образом исчисления большими числами и оперирования ими, что это не приведет к добру, что это от лукавого. Видимо, когда книга Еноха писалась, эти понятия уже существовали. Конечно, здесь встает масса вопросов о том, как же тогда высшая математика, которая является поэзией. Да, одно дело, когда человек, может быть, изучает мир цифр, вот именно как творение Божие, как поэзию, но не когда он пытается оперировать и при помощи этих цифр управлять миром. Быть Богом, быть Богом. То есть, фактически, брать на себя функцию Бога. Вот так интересно. Но я думаю, мы, наверное, уже закончим скоро. Правда, Христос говорит нам, что Боги есть те. То есть, человек должен стремиться, в принципе, быть, по сути дела, Богом. То есть, как бы, как Господь сказал, царство небесное внутри нас. Но другое дело, это не имеется в виду, что мы это должны делать через манипуляцию только одного части нашего рассудка. Если мы смотрим с православной точки зрения на состав человека, человек – это не только его рассудок, это не только это нейроны, это как бы вот совокупность человеческой личности. Это и сердце, и свое присутствие. Сколько людей есть, которые вообще чувствуют свое сердце, свое дыхание. Да, это элементарные, базовые вещи, как бы. Я думаю, что именно в этом, как бы, дело, в этом, как бы, ощущении живого присутствия, а не замена на что-то такое, как бы, нереального. Потому что, если это просто цифра, из-за этой цифры нет никакого, нет бытия, нет, как бы, жизни, нет духа, тогда это уже, в принципе, как бы человек добровольно идет в рабство. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Спасибо всем, кто досмотрел выпуск до конца и разделил с нами наши размышления. Мы надеемся, что наш взгляд из Иерусалима принесет вам какую-то пользу и поддержку. Благодарим, что вы с нами. Надеемся на скорую встречу. Обещаем выходить в эфир как можно чаще и по Иерусалиму водить вас тоже. Всего хорошего. До свидания.